Если ты живешь в стеклянном доме, решил жить в стеклянном доме, нельзя бросаться камнями. Когда молишься, просто это все равно особое такое состояние, которое очень помогает потом в жизни. Где Грэмми, где мы. Все, я больше никогда не буду этим заниматься. Все, не трогайте меня. У меня давно была возможность купить, например, Роллс-Ройс. Друзья мои, всем привет. Сегодня пишем свежий выпуск проекта Джусухпад. Но прежде чем я скажу, кому мы идем в гости, поставьте лайк, нажмите на колокольчик и всегда смотрите первыми новые интервью. Сегодня наши герои Беркут и Аиша. И я сегодня впервые попаду к ним в гости. Так, где здесь нажимать? Правильно. Нажмем и сюда, и сюда. Мы все наблюдаем в сторис и в инстаграм, что Беркут и Аиша живут в доме. Здравствуйте. Привет. Как дела? Привет. Это тебе. Маска. Я вакцинирована, кстати, вакцинировался? А, ну все. Так, проходим. Ну, проходите. Пойдемте. Это что у нас? Это у нас... Ну, знаешь, я не могу с пустыми руками приходить. Спасибо большое. Аиша, Детя Мороженое. Извиняемся за сборище автомобилей. Слушай, ну это не сборище, я так понимаю, что это твой паркинг, да? Казах. Ой, не надо скромничать. Серьезно говорю? Я на велике езжу. Да, конечно. Слушай, а что ты скромничаешь? В шоу-бизнесе давно, ну как бы имеешь право, ты зарабатываешь свои деньги честным трудом. Да. Ну, а что с тесным? Налоги платим. Налоги платишь, в Форбсе появляешься периодически. Гонорар у тебя не дешевый. Весь карантин в Саиши танцевали. Так сказать, с радаров не выпали. Ну, хорошо. Это же хорошо. На этом микроавтобусе возят детей, да? Да. Мы иногда, вот часто выезжаем на Балхаш куда-нибудь. А, на этом автобусе, да? Слушай, вот последний раз я видела, вы там на острове второй год. Вот на Балхаш мы ездили. Вы реально живете там на острове? Да, в палатках. Без вообще людей? Без света, без ничего. Без персонала? Да. В палатках ночуем. Ну, мы не одни, мы с родственниками ездим. Друзья. Не мешай, не мешай, остаться одной, моя печаль. Короче, это микроавтобус такой для путешествий по Казахстану? Для путешествий, детей возят, в общем, для домашних дел. Рейнджик? Рейнджеревер, супруги. Супруги. Аиша ездит в РАВ4? Сестренки. Сестренки. Помощницы. Ну и Бентли, конечно же, чей? Наверное, твой. Давайте угадаем. Наверное, твой. Да, но если ты мне продашь по хорошей цене, то я куплю. Дом я знаю, ты строил сам. Да, мы строили сами с нуля. Здесь ничего не было, здесь вообще горы, горы, деревья, трава, ничего такого не было, домов не было. Ты выравнивал эту землю, этот участок? Да, слегка, да. Мы вот, видишь, стену обрубали и подпорную стену ставили. Там, видишь, там дальше дома. В каком году ты построил этот дом? Мы начали в 2011 году и закончили в 2014. Три года? Три. На четвертый год мы переехали. Сколько здесь квадратов? 520. Это тоже твой дом, да? Да, мы строим вот еще один дом. Ну, расширяемся, хотим побольше, чтобы там был этот гостевой дом, чтобы родители приезжали, там родственники, братья, там еще кто-нибудь. Там будет летний бассейн. А как ты изначально брал один большой участок? Нет, нет. Изначально у нас был этот участок. Вот эти два участка были пустыми. Потом я выкупил вот этот участок. Потом еще кто-то купил. А, вот этот участок, вот следующий, после нашего вот этого нового дома, это Армана Дюсенова участок был, он кому-то продал. Он мне предлагал, я сказал, я говорю, пока мне хватит. То есть ты забор сначала поставил, потому что это только здесь у тебя был участок построил, потом ты уже купил. Когда я закончу вот этот дом, мы уберем этот забор и объединим. Ну, ты, знаешь, отличался всегда в шоу-бизнесе тем, что ты очень хозяйственный парень. У тебя всегда были крутые тачки. Я еще помню, знаешь, в студенчестве я еще училась только, но тогда мы уже видели по городу, что Биркут разъезжает всегда на крутых тачках. Ну, я люблю хорошие машины. Ты вообще любишь роскошь? Ну, кто же не любит? Со временем я понимаю, что это не роскошь, это просто средство передвижения. Но если, например, у меня нет хорошей машины, я себя очень плохо чувствую. Почему? Как будто вот батыр без коня своего, как будто пешком. Пешком, пеший батыр, не батыр. Ну, вот, кстати, не все творческие люди могут вот так вот, знаешь, собрать капитал. То есть у тебя всегда и бизнес какой-то параллельный был, да? То есть вот карантин вы как пережили? Карантин мы, наоборот же, помогали же. Мы старались, насколько можно. Ну, у тебя был какой-то капитал, да, на который вы жили? Потому что, ну, зарабатывается... Да, конечно. Капитал всегда есть. Кто умеет работать, он всегда будет работать и всегда будет зарабатывать. Это от человека самого зависит. Давай посмотрим дом. Давай. Дом большой. Проходите. Слушай, такая красивая терраса. Так, здесь уже помощник снимает сториз. Все схвачено. Знаете, каждый делает контент. Слушай, ну, красивая у вас терраса здесь такая. Спасибо. Здесь, в общем, вы пьете чай. Да. Завтракаете, обедаете, ужинаете. Раньше вот этого не было у нас. Вот этой решетки не было. Мы ее вот в этом году сделали и дикий виноград посадили, чтобы вот здесь был теневочек такой красивый, чтобы уютно было сидеть. Я жене говорю, вот надоел этот батут, столько места занимает. Но это же детям? Нет, пусть прыгают. Они не прыгают. Они прыгают, значит, месяц один раз, и все. Ну, ты этот дом строил, у тебя уже дети были, да? Да. В 2011 году уже были, да? Нет. Когда начал строить, еще не было. В 2013 году уже Зеин родился. В 2013 году Зеин родился, а женился ты в каком году? В 2010. В 2010. То есть уже через год? Через три. Через три года. А, через год мы начали строить. Даже, в принципе, в 2010 году мы начали строить потихонечку. Близной, мы же медленно. А до этого ты где жил? В Сомали. Ну, то есть появилась Аиша, появилась семья, и уже появилась необходимость, да? Там трехкомнатная квартира была. Верю я, ночь пройдет, и не в страх. Ой, я думала, что у нас домой не запустят. Привет, Аиша. Как дела? Слушай, это балхашский загар у тебя? Да. Посмотрите, какой шикарный загар. Я поняла, она должна загорать на балхаше. Такое ощущение, как ты где знаешь, в Италии загорала. Там не грамоте, не небо, поэтому... Аиша, это тебе и детям. Спасибо. Мальчики, привет. Вау, какие мужчины здесь, настоящие мужчины. Я вас поздравляю. Привет. Я вас поздравляю. Молодой человек. У вас вы теперь стали настоящим мужчиной, и вас тоже поздравляю. А у вас есть Каспи Голд? Нет? Давайте я маме тогда закину, хорошо? А она вам обналичит и отдаст, окей? Сразу двоих? Да. Потому что одному семь, другому второму пять. Нормально не пережили? Так сам был Сундит. Ну ты, наверное, под наркозом, лазер там, на вороты. Я не знаю, я туда не ходил, потому что я крови моих детей боюсь. Да? Оказывается. Я вообще, в принципе, крови не боюсь. Это в больнице, да, это было? Да. Когда вот на Бали была ситуация такая, когда Зеем порвал себе щеку, вот тогда я, когда увидел кровь вот эту, когда в больнице ему зашивали, я просто потерял сознание. Я писал об этом в инстаграм, там, Нур Киезет, еще кто-то писал, показывал. Я просто первый раз в жизни потерял сознание. Я просто в течение трех минут я потерял ориентацию, где я вообще, что я. Меня начали откачивать в реанимацию. В общем, было весело. И вчера ты просто Аишу отправилась здесь с сыновьями в больницу. Да, потому что я побоялся, говорю, не хочу видеть ничего. Но ты хотя бы спросил там, что это, лазер? Сейчас же там это все очень современно, но не шахпинное. Обратились к тому врачу, которого нам посоветовали. Сказали, вот у него каждый день проходит список людей, прям через него. Я говорю, вот, нам нужен конвейер. Аиша, это здесь, в общем, твоя территория, да? Да. Ну, а тут Айбек тоже очень часто сидит. Да? Но он только ест, наверное. Да. В основном, да? Да, готовит. Ну, редко. Но готовит она. Старом Ацезба. Ну, у вас здесь помощники, да? Да. Верхут молодец. Он, ну, все-таки, у нас же казахские мужчины хотят, чтобы женщина и на сцене пела, и кушать готовила. Ну, ты помогаешь. А мы физически не успеваем. Не реально. Никак даже. То есть помощники всегда, да, с дома? Ну, вот когда был карантин, когда только начался, у нас не было помощниц. Мы же дома сидели. Мы сами были, потому что мы же никуда не ездили. Нет, но было очень тяжело все равно без помощницы. Просто когда дом, это, ну, сложно. Не успеваешь. Ну, нужно и с детьми, и дома. Ну, тогда нету баланса. Ну, это, конечно, тяжело, потому что быть и на сцене, записывать песни. То есть, вот я знаю, сколько времени занимают съемки, да? Ну, мы на карантине ничего не делали. Мы лежали, смотрели сериалы. Танцевали. Ну, не знаю, я ни разу, ни один сериал не смотрела. Я все делала, по дому убиралась, гладила, стирала. Да, мало, нет, мало. Пожалуйста, пожалуйста. Не жаловься, ну, просто это правда. Я пересматривала интервью Аиши, Салтанат, и вот где Аиша рассказывала как раз вашу историю знакомства. Аиша была 18 лет, сейчас тебе сколько? 19 было ей. 18? 19 было ей. В интервью Аиша сказала 18. 19 ей было. Ну, хорошо, ну, ты же 18, это не 16, нормально? Вы познакомились, когда ей было? 19 ей было, мы 20, когда ей было 21, она замуж вышла. Да. Ну, ты долго ухаживал? Два года. Долго добивался? Мучила она меня. Мучила сильно? Бивала просто, я даже не знал, куда деться. Слушай, ну, ты тогда был таким секс-символом. Сейчас, конечно, ты уже... Нет, тогда я уже не был. Почему ты как раз то время был таким, знаешь, секс-символом. Да, ладно, да, там, завидный холостяк. Да, я вообще не понимаю, что такое секс-символом. Нет, не надо ничего, не говори, ты мне только руку против. Это ваша гостевая большая, да? Да. Ну, да. Слушайте, ну, стол у вас такой огромный. Видно, что гости часто к вам приходят. Французская черешня. Французская черешня, так сказать. Это вам не халям-балям. Откуда привозили? Рожь-бабуа. Французскую черешню. Рожь-бабуа. Слушайте, Бентли, Рожь-бабуа. У вас здесь ничего такого простого нет. Афганские ковры или туркменские? Туркменские. Туркменские. Туркменский ковер, к слову, стоит где-то 10 тысяч долларов. Все такое должно быть фирменное, да? Нельзя пополучить? Нет, почему так просто получилось. Не знаю почему так. Просто было красиво. Ну, смотри, когда Айбек строил дом, строил, оказывается, 3 года. То есть вот... Это ее дизайн. Я вообще купил дизайн... Дизайн как называется? Эскиз. Нет, он купил проект. Сам проект я купил. Ну, нет, как купил, подарили, сказали. Потом я еще принес, она посмотрела и она переделала. Ну, мне помогали. Туалеты где-то, уборные там, зал где, кухня какая должна быть. Чуть побольше сделать, чуть поменьше что-то. И вот переделали и все. А вот эти вот большие витражные окна, это чья идея? Это мы тоже сделали. Ну, вообще, немножко, конечно, по-другому хочу. Я сейчас понимаю просто, как было бы лучше. А как ты хотела? А сейчас мы вот большой участок ищем, когда мы будем новый дом строить, тогда мы уже все по-другому сделаем. Слушайте, ну, у вас очень просторно. Много места, да, много света. Можно посмотреть, да? Да, конечно. Такие окна большие. Это вот чья была идея? Потому что в 11-м году это еще не было так популярно, как сейчас. Это просто, нет, у нас одна такая. А, да? Да, да. Вот тут у нас на самом деле, видите, какой вид? Не очень. Я думала сюда посадить вот так, сюда зелень. Вот, тогда было бы красиво. Зеленый виноград. Вот дикий, да, вот там можно сажать? Ну, как бы просто не доходят руки до этого. Диван тоже рожь-бабуа? Нет, американский. Американский? Как она называется? Это... Это дзержинская. А, дезидериум это? Дезидериум, да. Слушайте, у вас это ничего простого дома нет, да? Да ладно, просто нет. Мейдинг Казахстан, барма? Бар. Курпешка. Курпешка, мейдинг Казахстан. Двери, мейдинг Казахстан. Но они высокие просто, мы их заказывали. То есть не покупали готово, мы их ждали. Слушай, ну потолки еще ты сделал высокие, да? Сколько здесь потолки? А, три. Нет, здесь больше, Элег, здесь 3,40 где-то. А, 3,50 здесь. 3,50, да. А на втором это же 3,20. Ну, мне кажется, классно, когда ты приходишь в свой дом, да? Ну, конечно. То есть это для вас такое место силы? Мы даже в какой-нибудь город уезжаем на гастроли, потом возвращаемся. Я говорю, я всегда говорю, порог перехожу, я такой, слава Аллаху, что мы дома. Дома как хорошо. На Зее, например, дети тоже любят дома. Любят здесь быть. Я не хочу никуда уходить, нам не на Бали. Он хочет быть дома постоянно. Я говорю, на Бали поедем, на месяц. Нет. Вот, кстати, вы когда едете отдыхать, вы всегда едете на месяц. Нет, не всегда. Ну, просто когда на Бали. Вы так долго, да, находитесь? Ну, просто на Бали далеко ехать. Долго ехать, но как бы нет смысла туда ехать даже на две недели, потому что долгие перелеты два дня, ну, по идее, получается, занимает. Слушай, ну дом шикарный. Это что у нас, травертин? Да. Да? То есть ты так капитально строил? Да. Кстати, Ержан подарил. Да? Ержан, привет. Спасибо за травертины. У него же это. Просто Ержан – это наш общий друг. Пойдемте сзади посмотрим. Слушай, а когда вы уезжаете на гастроли, дома с кем? Есть няня. Иногда вот Аиша, мама. Оставляем у нее. Здесь вы танцуете, мы помним эту гальчку. Иногда танцуем. Да, мы помним эту гальчку. Вот, для вас готовим шашлык. Ой, спасибо. Самаурнущая. Ой, рахмет. Здесь дети играются. Слушай, ну классно. Так очень, знаешь, комфортно, уютненько. Да. Знаешь, прям как будто курорт какой-то. Ну, можно сказать. Поэтому вот не хватает бассейна, как бассейн достроен. Будет точно курорт. Ну, ты доволен этим домом? Да. Да, то есть дом же, говорят, всегда нужно его достраивать, что-то делать. Ну, нам не хватает немножко территории. А как часто вы уезжаете из дома? Ну, нормально. Неделю, два-три раза. Может, один раз. Слушай, ну сейчас карантин. То и все равно какие-то проводятся? Нет. Небольшие? Нет. Нет, ну какие-то маленькие там домашних условия? Ну, иногда бывает, да, в гости зовут, нас приглашают, там, мы посидим, покушаем. И так далее. Мне понравился один пост, когда Хайрата Нуртаса, помнишь, там ОМОН задержал в каком-то ресторане, и он написал такой хороший пост, что, что вы хотите от нас, от артистов, мы всю жизнь поем. Это наш хлеб, и там, ловить нас, задерживать, там, публиковать. Ну, это немного политические вопросы, я не хочу туда лезть, потому что это мне вообще не нравится, я вообще со многими вещами не согласен. Поэтому я хочу промолчать. Добро пожаловать к Саулу. Слушай, ну вы наготовили плов, оливье, шашлык, щельпейки. Вот это я понимаю, казахтар. Знаешь, такое южное гостеприимство, да? Да. Это же классно, когда гости приходят. Да, супер. Мы любим гостей. Да, я очень люблю. У вас каждый день гости? Нет. Слава богу, да? Каждый день мы не смогли бы. Слушай, ну у тебя муж такой очень коммуникабельный, дружит со всеми, общается со всеми. Это хорошо же? Это хорошо. Да. Это классно? Ну, ты не устаешь? Нет, мне наоборот нравится. Мне наоборот хочется, чтобы он с большим количеством людей общался. Да? Да. Это она с ними разговаривает. Я общительнее на самом деле. Вообще ей надо было работать журналистом. Да? Вообще я общительнее, просто я что-то сегодня стесняюсь, что ли, не знаю, что ты... Можно я попробую шашлык? Пожалуйста, давайте. Конечно. Приятного аппетита. Слушай, такие тарелочки у вас красивые. Все такое made in Italy. Да нет, не все. Не все. Очень красиво. Можно руками кушать? Можно. Кушайте, приятного аппетита. Баранина. Супер. Расскажите, как вы пережили карантин? Потому что пандемия до сих пор не закончилась. То и до сих пор под запретом. Ну, то есть концерты, в принципе, тоже, да? То есть как вам удалось, скажем, сохранить то качество жизни, которое у вас было? Даже не знаю. Как-то прожили. Что-то время пролетело. Ну, не было страшно, что, блин, все остановилось, доход кайдан. Инстаграм есть. Инстаграм помогает, да? Да, инстаграм тоже помогает, кстати. Да, у нас реклама разная и так далее. Ну, не только, это тоже. Но ты к этому всегда относишься нормально, да? То есть ты такой коммерсант в шоу-бизнесе. У тебя же всегда были мойки, да? Если ты можешь заработать, да, зарабатывай. У меня была автомойка, мы занимались и автошколой, автомойкой. Чем только не занимался, поэтому я труда не боюсь. Но многие артисты на самом деле тяжело пережили карантин. Даже я знаю некоторых артистов, которые там ушли доставкой еды. Многие отсеялись сейчас. Вот я, насколько знаю, вчера только слышал, что вот Алембенд, да, вот они все разбежались. Не выдерживают, потому что нет доходов, нет... А мы все-таки одни из тех, кто в первых рядах. Даже пусть это будет той бизнес, концертная деятельность там. Поэтому на нас спрос есть. Мы этим гордимся. Мы за это благодарны нашему слушателю. Хочу отметить, что мне нравится у Айбека, это настоящее имя, да, Беркута, что у Айбека всегда такой трезвый взгляд на работу, да? То есть я ни разу не видела Беркута, чтобы он пришел на выступление в нетрезвом состоянии, да, в каком-то непонятном состоянии. Ну, Аиш, это же правда? То есть мы часто это видим. То есть для тебя работа – это работа. Ответственность должна быть. Если ты взялся за какое-то дело, ты должен ее выполнить правильно. Если ты живешь в стеклянном доме, решил жить в стеклянном доме, нельзя бросаться камнями. То же самое. То есть люди смотрят на тебя. И неправильно, если будет кто-то завтра пальцем тыкать, говорит, а вот он, там был пьяный, вот там у него глаза были красные, там, где плохо вел себя. Ну, то есть для меня это очень важно. У тебя нет никаких таких скандалов, потому что… Ну, мы не скандальные, в принципе. Но ты за репутацией своей очень тщательно следишь. Репутация – это важно. Бывают, да, моменты, вот нас недавно оштрафовали. Что поделаешь? У Жанна Муканова? Я даже не знал, что… Ну, как бы мы пришли туда. Мы вообще туда пришли, просто номер сняли в отеле с детьми. И думали, заодно поздороваемся, там, минут 10-15 и уйдем. И нас, окажется, на видео засняли. Потом все равно нам штраф наложили. Ну, ладно. Платил? Да, за двоих. Или Жанн Муканов оплачивал? Нет. Ну, он же организатор. Надо было ему сказать, да. Жанн, оплати, пожалуйста, штраф. Верни Беркуту деньги. Я говорю, у тебя бургеры очень дорогие стали. Но вы же понимаете, что все это под запретом до сих пор? Нет. Ну, видишь, там все равно, как бы, была терраса. Там человек 20 было, не больше. Просто это было выходной день, оказывается. Оказывается, воскресенье. Там, как бы, вообще все запрещено. Там даже есть терраса на свежем воздухе. Я не знаю. Я вообще, я же говорю, до этого говорил же, эта логика отсутствует вообще. Самолеты битком. Автобусы наполнены. Автобусы наполнены. Там еще где там. Все люди в горах толпами. Не, ну а вот что бы ты сделал на месте государства? 150 человек каждый день умирают от коронавируса. Это же тоже какие-то меры должны быть сдерживающие? Не знаю. Ну, просто если уж людей как-то, ну, закрывать, то тогда нужно им помогать еще. Ну, просто, а потому что... Если ты в чем-то кого-то ограничиваешь, значит, помощь должна быть от правительства. Потому что люди так же тоже жить не могут без работы. Они же тоже выживают. Нельзя людей оставлять с проблемой один на один. То есть это неправильно. Я так считаю. А у тебя вот коллеги-артисты не просили в долг? То есть не было такого, что кому-то тяжело? Ну, было такое. Я не хочу их называть, но есть такие. И мы помогали. Так. Что у вас на первом этаже? Гостевая? Это гостевая комната, когда родители приезжают, они здесь. Родители часто приезжают? Да. Это вид на задний двор здесь. Здесь своя ванная, своя душевая. В общем, если приезжать к вам в гости, то можно переночевать здесь. Да. Да, супер. Так что можешь переночевать у нас. Да. Ну, я в следующий раз до вас остановлюсь. Можно? Мы денег не возьмем, как в Монако. Да. Ой! Начинает. Так, а здесь у нас что? Туалет. Туалет. Классно. В общем, первый этаж, он такой для гостей, да? Да, да. А приватная зона такая, личная зона? На втором этаже? На втором, покажете? Пойдем. Слушайте, ну у вас так безопасно для детей, такие заборчики, да, стоят? Ну, уже они не актуальны. Надо их уроки, да. Слушай, ну никак не актуально. Вы же будете еще рожать детей, я думаю. Ну, когда, ну, они же съемные, можно снимать. Это наша. А, это ваша. И бег уже и все. Ну, так уютненько, симпатичненько. Здесь гардероб. Слушайте, везде туркменские ковры. Вы вообще прям себе ни в чем не отказываете. Ну, здесь, короче, выход на террасу, на эту террасу. Слушай, терраса тоже здесь у вас есть? Вау! Можно террасу посмотреть? Да. Аиша, ты, видимо, йогой занимаешься, да? Да. Там пыльно. Здесь Аиша занимается йогой. Каждое утро? Ну, не каждое, но стараюсь. Слушай, ну ты такая, знаешь, веганка, вегетарианка, йогой занимаешься, прокачиваешь себя. На нас читает еще. Ты что, на нас читает еще? Ой, бег. Ну, прям вообще. Да? Она в 4 утра встает, потом под утро читает. Не каждый день. Не каждый день. Но ты практикуешь, да? Да. Так интересно. Это ты когда к этому пришла? В прошлом году? На карантине? Ну, на Маз, да, я начала читать. Нет, раньше карантина. Когда? Это с января. А что повлияло на это? Ну, я давно хотела, но я не читаю пятиразовые, настолько по утрам. Я еще не... А как ты к этому пришла? Потому что я, например, хочу, но я до сих пор... Вот у меня все с урозы началось. Шамиль Арифатович, он на меня сильно повлиял. Но вот к намазу я не могу еще прийти. Хотя мне хочется тоже. Ну, когда молишься, просто это все равно особое такое состояние, которое очень помогает потом в жизни. помогает быть спокойной, чтобы хватало сил, энергии и любви на всех. Потому что я просто замечаю, когда я вот не молюсь, не медитирую, то все, у меня совсем другое умное настроение. Я совсем по-другому... Проходит день у меня. То есть ты каждое утро в 4 утра, то есть это такое... Не всегда я... Ну, время для себя, да? То есть это такой контакт с Богом, да? Да. Ну, это контакты с Богом и с самой собой, и просто время тоже на себя. Книги почитать. Ну, вообще, Беркут очень повезло. Потому что вот так был четко попасть в цель и найти себе жену, которая и не только будет расти, да, ментально, но еще и духовно. Это же тоже очень важно. Вот ты как отреагировал на то, что Аиша сказал, что будет читать намаз? Она не говорила. Она сама. Да? Я ничего не говорила. Ну, ты когда заметил, ты она заметил? Да. И твоя первая реакция? Я сказал, когда в конце, вот так не делай. Нет, просто я знаю, что ты можешь алкоголь выпить, знаешь? Ну, а что, не секрет? Ну, я сказал. Знаем, знаем. Так, это у вас красивая такая спальня, здесь место силы. Спасибо, что запустили. И ванная комната. Так, ну камень натуральный, натуральный камень. Ну, слушайте, ну, прям, так сказать, не экономили. Ну, все, Динара, пока. Слушайте, ну, ванная комната у вас такая большая, красивая. Знаете, я поняла, вы вдохновляетесь, там, Бали, Таиланд, да? У вас такой стиль немножечко похож. Это вот она придумала. Ну, мне просто, в принципе, нравился такой стиль. Мне кажется, так уютно. Ну, это очень уютно, особенно, когда ты принимаешь ванну, а у тебя вид на горы, на зелень. Да, зелень сейчас. Ну, это классно. Ну, это, наверное, вот тоже, вот когда путешествуешь, чего-нибудь напитаешься. Да, да, да. Я всегда вот после Бали приезжаю, ищу какие-то камни, которые они... Ну, здесь нет таких вещей, некоторых материалов нет. Ну, у вас здесь, знаешь, как в отеле, два умывальника, каждому свой. Да сейчас, по-моему, в каждом доме есть такое. А вот что тебе помогает быть вот в этой, знаешь, таким серфером профессиональным, да? Приходит новая волна, ты ее ловишь, приходит новая волна. Слушай, тебе скоро 50 лет уже, 5-й десяток. Кто тебе сказал? Ну, 5-й десяток. Нет, мне 28. Ну, да, но ты остаешься популярным. Вот что тебе это, что помогает? Какие качества? Откуда? Оттуда. Ты веришь и работаешь. И Аллах всегда подсказывает пути, направляет. Да, есть определенное. Вот это как навигация. Вот ты включаешь навигацию, например, да? Ты едешь по маршруту. Потом раз ты не там свернул, но он тебе заново показывает. Так, теперь налево, потом обратно налево, и ты попадаешь опять на эту дорожку, да, например, да? Так же и с верой в Аллаха. То есть ты идешь, раз, куда-то, ну, не ту песню нашел, скажем, да, записал ее, потом все равно ты идешь туда, куда тебя направляет Аллах. То есть я в это верю и еду по этому маршруту. Ну, что касается песен, тебя часто обвиняют в плагиате? Нет. Что ты берешь там румынские, там болгарские песни? Это было 10 лет назад. Это было давно, да? Да, это пару песен было, и то, которых я выкупил у них. Я же ездил в Румынию, встречался с этими композиторами, так что люди могут болтать все, что угодно, не зная. Например, это вообще плохая привычка, плохая черта человека, когда ты точно не знаешь, и он может сказать, да, это вот сделал вот так, да, точно, как будто знаешь, сам видел. Ты же не был свидетелем, поэтому это плохая черта у людей. Поэтому я вот открыто сейчас говорю, я ездил в Румынию, в Инстаграм есть, я показывал, я встречался с композиторами, с поэтами, я выкупил у них, привез, договор показал. Даже Тимур Баламбетов, когда работал на ГАКУ, он такой, у тебя точно есть договор? Я говорю, на, смотри. И вот, а после этого мы уже, сейчас же вот начали многие диджеи выставлять в интернете же свои композиции, и мы сейчас покупаем там. Вот Роза Рамбаева сказала про Имамбека, что ему просто повезло, ты как считаешь? Конечно, есть момент, Имамбек вообще молодец, он просто ему, я всегда верю, я верующий человек, поэтому я всегда верю, что все, что происходит, это при помощи Всевышнего. Поэтому он Всевышнего взял, просто вот так, Мангдайнан, Имамбек, Мангдайнан, это и сказал, на тебе. Грэмми. Да, круто же, классно. Хоть какую он вещь написал, пусть это будет ремиксом, но попробуйте такой ремикс. Это классный ремикс был. А вот ты сам мечтал о Грэмми? Я слышал о Грэмми, но никогда не задумывался, что это, я знал, что это какой-то награда, да? Ну, как Оскар. Да, да, типа такого, ну, я не обращал на это внимания, потому что мы, где Грэмми, где мы. Может быть, вот этот стереотип как раз и мешает? Возможно, возможно, но Имамбек вообще, он просто, это же нечто, потому что на постсоветском пространстве он, по-моему, единственный, кто взял Грэмми. Он обогнал всех идеев. А почему ты не записал до сих пор с ним какую-нибудь песню, коллаборацию не сделал? Да, когда вот его композиция вышла два года назад, два года назад я к нему позвонил, я нашел телефон, я говорю, Имамбек, привет, это вот Беркут такой. Он говорит, о, ага, как дела ваши, ага. Я говорю, можешь мне сделать вещь? Он такой, сейчас не могу, сейчас я работаю, дай ему, да, я говорю, ладно, все, удачи тебе, Баурум, и все. Вот такой разговор был у нас. Я потом, это два года назад было. То есть ты один из первых почувствовал тренд? Вообще, это же было супер, даже в Инстаграме я выкладывал, там, черные женщины танцевали под эту музыку, я еще выставил, вообще, круто. Ну, слушай, у тебя всегда есть какая-то чуйка? Это, ну, слава Аллаху, что эта чуйка есть, потому что эту чуйку мне и Аллах и дает. Поэтому я, когда, у меня белая зависть, я завидую ему, просто белая зависть, вообще. А со скриптонитом почему не запишешь? Лимба. Знаешь, скриптонит, ну, я бы не сказал, что я его поклонник, я его слушатель. У меня немножко другая. Мне кажется, они совсем разные. Вообще. Оба. И без скриптонита он не подходит, и ему не подходит. Нет, ну, это же как раз, наоборот, два неожиданных жанра. Нет, это те ребята, которые просто вырвались в Россию на постсоветское пространство. И вообще, это молодцы. Они крутые ребята. Я считаю, что они крутые. Но я их не слушаю в машине. Я не могу слушать такую музыку. Я могу все, что угодно послушать. У тебя разную музыку, да? Ну, я его могу один раз послушать там. Я слушаю, например, Райм, Райм Артур. Сейчас мне Райм, вот новые песни нравятся Райма. Разные вещи. Но вот что ты делаешь для того, чтобы молодежь слушала ваши песни? Потому что нужно же покорять новое поколение. Вы сейчас подготовили вообще новую песню. Вообще она в другом стиле. Просто как она выстрелит, я не знаю. Там не совсем рэпчик. Там просто такой речитатив, как бы, ну, такой. Песня называется «Топало на мойку». Топало-топало на мойку. Топало-топало-топало на мойку. Топало-топало-топало на мойку. На мойку. Топало-топало на мойку? Да. На русском языке. На русском языке. Мы сейчас собираемся снимать клип. Я думаю, что к концу сентября этот клип выйдет. И зрители могут увидеть. Но это совсем другое направление. Клип, как правило, будет сниматься за рубежом? Нет-нет-нет, здесь будет. А почему так решили поменять? Ну, куда сейчас поедешь в карантин? Да нет, мы на самом деле давно уже не снимаем так. Мы в основном снимаем здесь. Ну, просто стереотип такой остался. Да, потому что вот первые клипы были, они все за рубежом. Мы начали снимать, потом начали все снимать за границей. Ну, я же говорю, у тебя есть какая-то чуйка. Ты такой транссеттер, да? Ты тренды задаешь, потом люди смотрят, думают, ну, мы тоже так можем. Мы первые поехали на Кубу. После нас, по-моему, еще несколько артистов ездили на Кубу, снимали клипы. Мы в каком году? В 2011 году мы поехали на Кубу, снимали клипы. Наверное. Потом поехали в Испанию, потом во Францию. Мы снимали много клипов в Турцию. Мы сперва поехали в Турцию, потом на Кубу, потом в Испанию, в Францию, потом где еще мы все... В Доминикане. В Доминикане снимали. Вот как ты думаешь, если бы не было Аиши, да? То есть, если бы она была бы как жена, но не было бы Аиши в дуэте. Другая музыка была. Был бы ты так популярен сейчас? Другая музыка. Ну, я бы сделал бы все, чтобы быть популярным. Ну, скажем, быть в тренде я бы... Ну, мне кажется, то, что вот вы с Аишей, все-таки семейный дуэт, это как, знаешь, из-за пары. Скажу честно так, я бы, наверное, больше напрягался бы. Аиш, ты поняла, да? Благодаря тебе, ему меньше приходится работать. Да, меньше напрягаться. Меньше напрягаться. Ну, даже на концертах, на то их все ждут Аишу, потому что Аиша, она украшает танцы. Ну, я на самом деле, в основном, это все Айбек, он ведет это все. И он, кстати, очень хорошо это понимает, что, знаешь, без тебя там никто его не ждет. Да нет, ну, реально, кому... Женщины твоего возраста, все меня ждут там. Женщины моего возраста, знаешь, как сказала я, как будто... Даже, вот, кстати, как раз-таки женщина моего возраста, им нужно, чтобы глаз наслаждался. Мы смотрим на женщин. А какой бизнес у тебя есть, помимо вот... Сейчас нет никакого. Мойку закрыл? Сейчас не занимаюсь, я продал, да. Сейчас есть бизнес за границей. Небольшой, но он есть. Ну, у нас производим кефир. Кефир? В Эмиратах, да. В Эмиратах? Айран. Правда? Лябан. Нет, серьезно? Да, да, да. А где там можно производить Айран? Нет, мы с другом там открыли, он араб, он там занимается, я просто нахожусь здесь и... И получаю дивиденды, да? Ну, то есть ты лицо или что, какая твоя задача? Нет, нет, мы вместе открыли. То есть ты вложил туда деньги свои? А вот часто вот к известным людям обращаются, там говорят, давай ресторан откроем, мои инвестиции, твое лицо. Почему у тебя до сих пор нет колбасы, хлеба, я не знаю, там мясного магазина. И Сека занимается, там, и Мейржан занимается колбасой. Мне предлагали, я сказал, нет, спасибо, ребят, колбасой я точно не буду заниматься. Ну там пиццерию открыть, суши не предлагали? Этим нужно заниматься, видишь, Динара. Если ты что-то делаешь, ты должен там быть, там находиться, иначе это не бизнес. У меня, слава Аллаху, у меня друг занимается, он потому что этим горел, всегда делал и производит лябан и продает. То есть скоро выходим в другие страны, Египет, там еще куда-то. Но если ты здесь, в Казахстане, находишься, ты если чем-то должен заниматься, будешь заниматься, ты должен быть рядом, всегда внутри, в процессе. Ты должен быть на кухне. Если ты даже ресторан открываешь, ты должен быть поваром, чтобы этот ресторан работал хорошо, и чтобы там была вкусная чистая еда. Разве не так? Так же? А многие молодые блогеры, вообще, Курк Пайт, они прям заходят? Ну, они же молодые. А чем ты рискуешь, вот если ты там откроешь, условно, и не будешь присутствовать в этом ресторане? Оно закроется просто через полгода. Оно не будет работать так, как тебе нужно. Так, как оно должно работать, оно не будет так работать. А кино тебе принесло хорошие деньги? Еще нет. То есть только пока расходы, да? Ну вот мы сняли суперагенты, теперь мы ждем хороших времен, когда откроются до конца полностью 100% кинотеатры, и потом будут все люди ходить 100%, и тогда мы выпустим фильм. Суперагент, он готов, он шикарный. Шикарная получилась комедия. Сека первый раз играет в кино. А еще играешь ты? Да. Маленькая роль, эпизодическая. Она посмотрела. Вот единственный зритель, кто посмотрел. И как, смешно? Да. Мне понравилось. Я объективно. Если ей понравилось, значит все. Шеф, позвали? София сбежала в Дубай. Возьми кого-нибудь с собой. Есть кто-то на принятии? Есть один. Серьезный человек. Сека, собирайся и быстро выезжай в аэропорт. Летим в Дубай! Куда? Я вообще представлял, что Боря, пляж, что она тут делает? Огулакиньто, астопты на каторгаминя нолли. София! Остановись, а те гури! Шик забрали, девчонку подкинули, товар сгорел. Да, детская ванная. Детская ванная. То есть у детей своя ванная комната? Да, да. Ну здесь ладно, не будем заходить. Детская комната. Слушайте, ну дом такой капитальный, Верку, ну ты молодец. Ты же мог вообще заняться строительством. Нет, у меня вот помощник был, Ерлан. Он занимался. Это был твой первый опыт, да, строительства дома? Слушай, ну для первого опыта очень классно. И проект такой интересный, да? Это вот, это по дизайнерству, конечно. Видите, у нас много чего не доделано. А тот дом ты за какой период времени построил? Ну мы вот начали строить, и карантин начался, и мы не встали. Потому что все строители уехали, они были в 100 раз, и остановились. Ну, куда ехала, сейчас продолжим. То есть ты уберешь снести забор? Ну практически там все готово, только теперь отделка. Ты хочешь снести заборы, это будет одна территория? Она будет на одном уровне? А как вы будете жить? На два дома? Я не знаю, мы еще об этом не думали. Ну я, например, субботу-воскресень там буду жить, будни не здесь буду жить. А кто тебя будет кормить субботу-воскресенье? Субботу-воскресенье я буду заказывать, платно, сюда. Там были уже бассейны, для гостей? Вообще мы хотели маленькие, на лежаке такой, а в подсолнце. Нет, а не было идеи как-то это все объединить, чтобы это все было в одном? Ну то есть какая-то единая. Это будет все в одном? А, да? Вот тут будет выход туда. Вот этого забора не будет. Будет выход туда. Но спальня ваша будет где? Мастер-бедром? Здесь или там? Нет, но обе-кс, там все равно будет для гостей больше. Ну это в моей голове так было. В 2029 году я должен быть где-то у моря, пожить. Ну я вот, например, не очень хочу жить где-то. Вот она всегда так говорит. Ну куда она поедет? Она со мной же будет. Куда я поеду, туда и она. Ну я, конечно, поеду, да. Ну просто я, например... Будет в гараже темно. В горах я согласна. Ну, я чувствую, вот этот авторитарный такой, скажем, дух. Но вы знаете, на самом деле, я Беркута знаю давно, это кажется, что он такой авторитарный. На самом деле, он такой, мне кажется... Он мягкий внутри. Мягкий внутри, да? Он просто снаружи вот такой. Вот сколько тебе приходилось... Мягкий внутри, твердый снаружи. Да, тебе сколько времени ушло для того, чтобы раскусить его характер и понять, на самом деле, он же с виду такой, кажется, брутальным мачо. Не надо меня кусать. Секс-символ такой недоступный, весь такой крутой. А на самом деле, такой добрый, добронужный казах. Как вы называете секс-символом? Не секс-символом. Не знаю, смазываю так. Ну, Тавкер Муслим новый секс-символ. Хоть завидовать. А ты прошла. Хоть не завидую. Относись как бы к молодежи с уважением. Я с уважением. Я ему бархатный пиджак подарил в прошлом году, когда приехал к ним на передачу на канал. Он там, ведущий утром такой. Я говорю, ну-ка, одень, говорю, прими. У меня есть такая привычка, что-нибудь подарить. Кстати, у тебя есть такая привычка, ты помнишь, мы ездили в Испанию, Алишеру Еликпаеву купил кожаную куртку. Не кожаную, по-моему. Ну да, а мне ничего не купил. Я помню этот момент. У тебя не было рядом, ты же куда-то вышла, по-моему. Мы пошли в Аутлет, Алишер говорит, мне куртку купил Беркут, я говорю, а мне? Потом мы пошли в гости к моей сестре в Барселоне. И Беркут такой 100 евро дал на, ну, как курумдек. Мы такие, все такие щедрый парень. Там студентами я тоже дал. Да, студентам, кстати, ты раздавал деньги. Ну тогда другие жирные времена были, да? Сейчас уже не раздаешь, наверное, сейчас же карантинчик. Почему раздаю? Да? Беркут, а вот мне вот интересно, ты построил роскошный дом, да? Вот как тебе. Столько машин, да? Вот строится второй дом. Ну понятно, да, что деньги идут, ты зарабатываешь, во что-то инвестируешь. Но вот когда ты сидишь на своей террасе, пьешь чай, кушаешь вкусности, которые приготовила тебе красивая, молодая, умная, талантливая жена. Но ты не расслабляешься? Тебя это не расслабляет? Потому что очень многие ежи в шоу-бизнесе... Я никогда не расслабляюсь. Никогда вообще. То есть ты всегда в строении? Ну у него всегда есть идеи, всегда какие-то мысли, что-то делать, двигаться. Вот, например, мы встроим дом, я сейчас ищу новый участок, хочу новый дом встроить. Это же хорошее желание, когда ты на чем-то не останавливаешься и идешь дальше. То есть, например, это то же самое, что я первый фильм снял, он был провальным, скажем, да, например. Ну конечно же ужастик снял. Но кто снимает ужастик? Нет, он не ужастик же, это же триллер или что это будет? Ладно, хорошо, пусть будет триллер. Это же мужское такое. Такие фильмы у нас не любят. Такая волна критики была. Как бы любой другой бы сдался, бы сказал, все, я больше никогда не буду этим заниматься, все, не трогайте меня. Нет, я снял второй. Он был получше первого фильма, да, даже на ютубе там уже 10 миллионов просмотров в кинотеатрах прошел. Сейчас мы сняли третий фильм. То есть я никогда не боюсь что-то делать, нельзя бояться. Если говорят, если о тебе говорят, тебя критикуют, значит ты в правильном направлении. Я не знаю. А кто это? Это наша звезда. Прикольно. Если хотите, мы можем пройти и посмотреть. А можно? Конечно можно. От Наташи Королевой у нас много кто был здесь. Слушай, Наташи Королевой это было круто, конечно. Знаешь, когда я увидела Наташу Королеву, которая сидит у вас дома, кушает беш, а я ходила к ней на концерт 8 марта 2019 году и просто пела «Желтые тюльпаны». И моя дочь смотрела на меня и не понимала. Потом я вижу, как она, это же 2019 год, она приезжает к вам домой. Я честно завидовала. Слушай, ну она была кумиром. Мы тоже завидовали тебе, когда ты с Джеки Чаном ты называла. Слушай, ну она была моим кумиром. У меня она, она очень хороший человек, очень простая женщина. Вообще шикарно было с ней поработать вообще. И мы до сих пор общаемся. А как ты на нее вышел? У нас Санжар Мустафин познакомил. Он сказал, есть у тебя желание совместный дуэт сделать? Я говорю, конечно, говорю, с удовольствием. Я говорю, я только за двумя руками. Он говорит, все, хорошо. А с кем вы из шоу-бизнеса прям дружите тесно, близко общаетесь? Канадцы банов. Канадцы банов у нас. В принципе, мы, я со всеми общаюсь, со всеми дружу. Ну прям тесно, тесно, очень близко. Слушай, как семейные друзья. Нет, нет. А у нас есть вообще друзья, к которым шоу-бизнес вообще никакого отношения не имеют. Мы с ними больше времени проводим. Я в основном дружу со своими подружками, которые школьные, с университета подружки. С Караганды, да? Нет, отсюда. С Караганды уже мало, общаемся, конечно. Аиш, вот в одном из интервью ты сказала, что ты вообще мечтала заниматься благотворительностью, так масштабно, хотела быть там послом доброй воли ЮНИСЕФ, да? Да, были такие мысли. Тут в своей жизни появляется Беркут, меняет твою жизнь на 360 градусов, да? Да. И ты становишься известной певицей. Она хотела в Америку ехать. Да, медийной персоной. То есть вот... Я ей помешал. Это мечта твоя, она осталась мечтой? Ну я бы сейчас тоже хотела заниматься. Ну, я думаю, это в будущем буду делать. Обязательно буду. Ну, сейчас пока по мере возможности как-то что-то, ну мелкое что-то делаю. А вы занимаетесь благотворительностью, помогаете? Да, занимаемся, но не так... Когда карантин начался в прошлом году, мы вообще плотно занимались практически каждый день. Каждый день мы продукты возили. Вот у меня такой же микроавтобус был маленький, другой только, Volkswagen. Мы на нем ездили. Везде посты проезжали, нас уже даже... Нам не нужно было никакого пропуска, Хотя я у Хайрата, куда Берегена просил, говорю, пропуск сделай мне, пожалуйста, в Акимате. Чтобы я проезжал. Вау, это долгий и так далее. В общем, он мне не сделал. Вот Хайрат... Ну правильно, он же не Аким, он депутат. Нет, у него завязки же есть в Акимате. Потом мы начали ездить. И нас уже все посты, все сотрудники ГАИ уже знали, что это социалка, социалка. Раз пропускает, все. Все знали нашу машину. Ну, потому что в городе, помнишь, вообще никто не ездил. Все улицы были пустые. Да, все было закрыто. Мы ездили только вот еще кто-то ездил. А кому ездили? Мы по районам ездили. Как называется? Сайна. Сайна, Жибаново там. То есть ты брал где-то... Нет, а где ты брал вот эти списки людей, которые... Нет, нет, мы не по спискам ездили. По общежитиям они ездили, по общежитиям. По районам, в сторону грязи. То есть вы знали просто, где живут люди, которым нужна помощь, да? Здесь снимают квартиры, где вот в основном вот такие люди, которые вот зарабатывали ежедневным заработком. Поэтому мы ездили, старались туда ездить, где вот побольше общежития были и так далее. А в целом вы как-то у вас нету такой системы, да, вот по благотворительности? Может быть какой-то фонд, которому мы стоим? Ну, есть, вот, есть определенная семья, куда надо помочь. Да, есть, ну, есть одна семья, но это маленькая. Еще есть один благотворительный фонд, Долина Добра, добра называется. Вот, и я с ними тоже очень немножко помогаю тоже, участвую там. Ну, я совсем немножко, конечно, не так, как я хотела бы. Мне нравится, Аиша такая скромная. Верка, ты знаешь, что Аиша хотела усыновить детей, ну, до замужества? Я тоже хотел. Он тоже хотел. То есть у вас есть мысль? Нет, я когда, когда не женат был еще, тогда хотел еще. Откуда у вас такие мысли, почему? Не все об этом думают. Не знаю. Я вам, мне кажется, я потому что росла одна, но у меня не было ни брата, ни сестры. У меня есть брат двоюродный, мы с ним близко, в принципе, общаемся, но, не знаю, мне всегда хотелось, чтобы мне еще были родные. Вот, ну, так получилось, что я одна. И, наверное, поэтому я хотела, чтобы у меня была большая семья. Беркут, ну, у тебя-то семья большая, брат, сестра. Ну, потом я вот с 3-й, потом думаю, ладно. Потом дети пошли, и все, думаю, ладно. Распрощался с этой идеей? Ну, может быть, я вернусь. Не знаю, просто на самом деле воспитать детей очень сложно. Просто да. Когда вот так на практике. Это работа. Это, ну, это не то, что, знаешь, это целая работа. Нужно иметь очень много любви. Очень много любви. Тут к своим просто не всегда хватает ее. Не всегда получается дать столько, сколько нужно. Терпение, любви. Ну, вот, у другим деткам, ну, пока, наверное, я еще не готова. А вот когда по воспитанию детей, да, у вас бывают какие-то споры постоянно? Айбек, можно сказать? Слушай, Аиша, так не надо. Каждый божий день мы этим занимаемся. У кого какая позиция? Я просто стараюсь поориентироваться на гуманную педагогику. У Айбека авторитарная педагогика. Папа сказал, все легли. Ремень несите мне. У него шантаж, ремень. У меня вообще другие, ну, у меня, конечно, тоже иногда бывает, когда я уже совсем уставшая. Ну, обычно мы же такие злые становимся, когда уставшие, когда уже сил нету. Вот когда в таком виде. Ну, я надеюсь, ты же говоришь про ремень шутя, то есть, наверное, никогда не применял. Он шутит, он просто шутит, он пугает просто. Ну, одессе такие, ну, ремень, ремень, и что? Вот такие, ремень Эрмес или какой привезти? Брионе? Такие, папа, какой ремень? В эмбрионе Эрмес? И для чего это он говорит ремень? Ну, он строгий, папа? Да. Строгий? По-разному бывает. Ну, в чем может его строгость проявиться? В ремне вот. Ну, он же его не применяет? Нет, он не применяет, но просто он может строго говорить, жестко говорить. Он хочет просто, ну, как мужчина же, он хочет, чтобы его слушали сразу. Но с другой стороны, я тоже понимаю, что они же не солдаты, как бы, они не в армии, они, ну, просто учатся жить тоже только. И у нас постоянно вообще, на самом деле, на этой теме споры. Мы постоянно... Кто побеждает? С детства надо учить. По-разному бывает. Когда я соглашаюсь, когда иногда я понимаю, что, ну, на самом деле, я вообще, что я лезу? Зачем я туда лезу? Туда вообще не нужно лезть. Пусть мужчины сами разбираются. Когда я разговариваю со своими детьми, ты не лезь, говори. Очень сложно бывает так остановить себя, просто это... Это же и мои дети, да? А к дочи у него какое отношение? Ну, он старается к ней мягче. Ну, когда она начинает плакать часами подряд. Он вчера просто у нее какой-то был... У нас вчера детям же сделали обрезание, мальчикам. И я, знаешь, я просто... Когда дочка не спит днем, потом она начинает плакать. Нет, не только поэтому. Я просто вчера подумала, почему она так себя вела. Просто мы вчера хотели внимание все оказывать мальчикам. Ну, потому что... Ей не хватило, да? А ей не хватило. Она просто таким образом внимание отвоевывала. И все дети отвоевывают внимание, даже когда они забирают друг у друга игрушки. Ну, это то же самое. И вот, и она вчера просто, я не знаю, я думала... Проверяла ваше терпение? Еще вчера, да. Какой-то был день у меня вчера, когда все проверяли мое терпение. Ейбека тоже. Ну, короче... А вот мне просто интересно, Айбек, ты знаешь, где грань, когда закончится у Аиши терпение? Ты знаешь? Обычно это по утрам происходит, когда она их в садик возит. Я слышу. Ну, хватит, все! Все, я сказала! А ты спишь, да, в это время лежишь? Я, да. И слушаешь. И разворачиваешься. Аиша, ты не переживаешь, когда читаешь какие-то комменты? Она переживает. Иногда бывает. Вы ее просто не читаете. Она не читает. Я ничего не читаю. Ничего не смотрю. Я тоже не читаю, в принципе. Ну, я заметила, что ты отвечаешь своим подписчикам. Нет. Нет? Никогда? Ну, очень редко. То есть ты просто показываешь часть своей жизни. Хотите, смотрите. Хотите, нет, да? Я, если где-то, может быть, дайрект читаю. Но, в основном, иногда там отвечаю. Но просто это очень сложно всем ответить. Вот нужно очень много времени уделять этому. А я не хочу уделять столько времени. Ты хочешь быть вот со своей семьей? Ну, я хочу вот, я хочу находиться не там, не в виртуальной жизни, а в реальной жизни. Ну, для меня это вот так. Просто я пробовала заниматься, например, Инстаграмом. И у меня на это уходит очень много времени. И я не могу... Тут, когда вокруг меня кричат дети, мне тогда... Ну, я должна либо их всех куда-то отправить, либо самой куда-то уйти. Ну, и на это, не знаю, у меня не хватает ни терпения, ни сил, ни времени, мне кажется. Но, тем не менее, у вас огромная армия подписчиков. Это все благодаря Айбеку. Айбек, мне кажется, вот умеет, да? Он все умеет. Я нет. И Айбек такой под контролем все держит. Айбек, как ты расслабляешься? Я же говорю, я не расслабляюсь. Вообще. Не, ну у тебя же бывает, но иногда там, наверное. Я поэтому... Кино может смотреть. Да. Вот так, вот это имеете в виду? Ну, я не знаю там. Так расслабляется, кино смотрит. Я люблю купаться. Отдыхает, лежит, купаться. Она здесь вот не напрягается. Я же напрягаюсь во всех делах. И по дому, и где-то что-то, и по работе, и по творчеству. Я всегда напрягаюсь. А когда куда-нибудь мы за границу едем, я всегда говорю, все, я лежу, загораю, наслаждаюсь и купаюсь. Все. Она говорит, как ты можешь так лежать? Просто поехали туда, сесть не поехали туда, экскурсию там. Я говорю, нет. Я лежу, отдыхаю. Вот я там отдыхаю. Ну, в итоге потом ты ездишь нормально. Помнишь, на Балиже? Нет, ну, на Балиже, ладно, это по-другому, потому что мы там месяц-полтора находимся. Да. Ну, что ты будешь делать? Полтора месяца не будешь на пляже лежать. Не знаю, ты так сейчас говоришь, как будто лежишь. Если мы куда-то ездим на 10 дней, я, все, я лежу, отдыхаю, загораю, все. Я отдыхаю, расслабляюсь. Ни о чем не думаю. Ну, в основном, да. Но если приходит какая-то классная идея, ты там сразу такой, так, Аиша, собираемся, танцуем, вот этот танец. Нет, мы там практически ничего не делаем. Мы просто отдыхаем. То есть, вода, вода мне дает энергию, большую энергию. И жара. Я просто заряжаюсь. Когда отдыхаю у моря, я просто заряжаюсь, потом приезжаю, и начинается работа. Я сейчас работаю. Просто он живет, получается, от одного отдыха к другому отдыху, а тут он как бы выживает, 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 а потом такой, о, я все живу. А тут я буду даже выживать, бежать, 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 и теперь я могу пожить немножко. Но это же неправильно. Сколько тебе нужно денег в месяц, для того, чтобы ты мог спокойно расслабиться и не переживать, да? Ну, деньги, это же, это бумага, это нет предела. Чем больше, тем лучше же. Вообще, каждому человеку. Но тратите вы деньги с умом, как вы тратите? Всегда. Айбек всегда. Ну, в основном. Не помню, чтобы... Если сколько денег не дашь, она все потратит. Ну, я же девочка. Ну, вот. Сколько есть, короче, ровно столько до ноля. А я всегда экономлю, говорю, это не надо, это не надо, это не надо. У меня давно была возможность купить, например, Роллс-Ройс, скажем, да? Я его не покупаю, потому что он мне не нужен. Потому что у меня есть Бентли. Но ты хочешь Роллс-Ройс, мне кажется, ты не зря об этом сказал. Я хотел, ну, как раз там был момент, и я такой передумал, думаю, ладно. Я лучше за эти деньги построю еще один дом. Лучше дом. Наслаждаться. Деревья посажу. Природой буду наслаждаться. Но если вы делаете какую-то большую покупку, там, условно, Аиша хочет себе что-то купить, там, украшения, платья. Мы всегда ездим же в Италию. Мы каждый год в этом году не ездили. На шопинг ездим в Италию. Она там ни в чем себе не отказывает. Берет все, что хочет, да? Она покупает, и меня спрашивает, Альбек, сколько у нас денег осталось? Я говорю, столько-то, столько. А, все хорошо, тогда я вот это, вот это, вот это, и ушла. Ну, Аиша выглядит всегда шикарно на сцене. Туфли, образ, всегда все продумано. Потому что она всегда вещи берет, которые будет носить, и дорогие. То есть туфли и... Если честно, она меня научила этому. Да? Ты любил там на барахолке где-нибудь? Ну, были моменты, да, такие моменты были, что я вот мог купить что-то такое, и потом я его уже через пару раз уже не носил, выкидывал. Она меня научила вот лучше одну дорогую вещь купить и носить ее долго. Ну, какая-то базовая вещь. Базовый. Ну, ты не такой модный, как Алишер Каримов. Полностью. Нет, нет, нет. Для Шар-Каримов он у него, он просто, ну... Брандаман. Да, да, он прям любит, да? Он включенный. Он включенный брендаман. Он включенный. Ну, ему это идет, мне кажется. Да. Ну, можешь себе позволить, значит. Да, хорошо. Это хорошо, когда можешь себе позволить. Мы много что можем себе позволить, но зачем? Я думаю, что это не дышит хазаша. Меня спрашиваешь, да? Последний вопрос. Что тебе помогло, скажем, не уйти, да, там, в алкогольную зависимость, наркотическую зависимость? Потому что, ну, мы видим, что в шоу-бизнесе это сплошь и рядом. Самое главное это воспитание, которое мне дали родители в детстве и воспитали меня таким, какой я сейчас есть. То есть, у меня отец всегда был военным. Строгое воспитание. Строгое воспитание было. Мама Пайтесса, член Союза писателя Казахстана. И вот это домашнее воспитание, которое мне с детства говорили, то нельзя, это можно, то нельзя, так себя не веди, так не делай, лучше так, и так далее, и так далее. Это вот, это и есть плоды. И, слава Аллаху, что у меня были такие родители, и дали мне такое воспитание, я горжусь этим, и очень люблю своих родителей, и хочу передать это своим детям. Аиш, ну, ты тоже, наверное, думаешь, слава Богу, что у меня муж там на сцену пьяным не выходит, да? Не знаю, я об этом даже не думала. Ну, ты же видишь, это сплошь и рядом. Да, не, дайте, заглязайте, интервью, дайте, покушай. Не, ну, ты же видишь, Аиш, сплошь и рядом. Ну, много, да. Грустно? Странно мне. Многоженство ее беспокоит. Многоженство беспокоит, а не то, что беспокоит, бегает. Нет, нет, мне не то, что беспокоит. Говори откровенно, что ты. Нет, мне не то, что беспокоит. Многие окружающие нас, с кем мы знакомы, они... По несколько жен имеют, да? Да, по две. Но он не выдержит, не переживай. Ну, я просто, меня удивляет, как мужчины могут вообще выдерживать. Вот спроси. Это сложно. Мы с ней вместе в Испанию ездили. Вот я налево ходил куда-нибудь. О-о-о. Они ходили на парад геев. Нет, я не ходил. Алишер, Эликбаев, Бейбет, Алибетов. И Таукель ходил. Таукель, Юркин. Я не ходил. Кстати, да, мы с Беркутом единственные такие, мы не пойдем. Нам не интересно, мы хотим спать. Мы же уже, знаешь, не молодые. Мне кажется, что Беркут, он настолько прагматичный, что он лишний раз, знаешь, даже тратить деньги не будет на такие вещи, которые еще больше ему проблем принесут. Да? Да. Ну, я просто доверяю. Ну, ревность есть у вас? Ну, раньше была. С утра до вечера. То есть ты ревнуешь ему, да? У меня, да, было раньше. Сейчас нет. А как ты ревновала? То есть там проверяла телефоны, звонки, лайки? Она вот так делает. Раньше вот так делала. Я такой глаза открываю утром. Она такая рядом сидит. А кто это? А кто это Жанна? Я такой, что? Какая Жанна? Ну, вот кто-то тебе написал, Жанна. Я говорю, я не знаю, кто это. А там же такие же, то есть имена же выходят у всех. Я же их не записывал. И страшно открыть телефон тоже, да? При Анише. И ты такой, я не знаю, кто это Жанна. Я, конечно, стараюсь доверять просто. Я просто для себя решила, что, ну, раз уж мы женаты, раз уж я вообще замужем, и у меня муж, и, ну, раз уж я сама сделала такой выбор, это мой выбор. И я уже должна, ну, принимать просто все и доверять полностью. Динара, я женился очень поздно. Это не так уж поздно, это как будто в 90 женился. Мое упущение, когда мужчина разговаривает, а жена молчит. Ладно, что ужасно. Ну, во сколько ты женился? Смотрите, сколько тебе было, когда... Просто вспомнил из фильма. Да, я заметила. Сколько тебе было, когда женился? Я слишком сентиментальный. Да. Сейчас он фильмы смотрит, да? Честно. В роли входят, репетируют, друг Голливуд позовут. Нет, вообще, ты классный актер. Да? Он очень хороший. Ну, хоть и хотя бы казахфильм, может, позовет. Суперагент, когда увидите, увидите, какой я актер. Ну, вот когда ты женился? Я женился в 34 года. Я просто нагулялся. Ты не в 36 женился? Нет, в 34. Я нагулялся. То есть, вот нынешние знакомые есть, которые женились в 20 лет. Они сейчас вот... По второму кругу? Да. Они ищут вторую жену. Ну, есть такие. Я не говорю, что... Ну, знаем, так сказать. Есть такие. И это, я думаю, что вот в этом и есть проблема, потому что они не нагулялись в свое время и вот хотят упущенное наверстать. А у меня уже все было. Все. Семейная жизнь, спокойно, все хорошо. Работа. Аиша, он никуда далеко не уйдет, поэтому вообще не парься, мне кажется. Нет. Ему слишком, знаешь, лень, мне кажется. Ну что, друзья мои, спасибо. Спасибо вам большое за вкусный Дастерхан, за то, что запустили домой, показали свой дом, да, и начнем кушать наконец-таки. Все холодно, наверное. Друзья мои, вы смотрели проект Джусухпад, и сегодня нашими гостями были известная казахстанская пара, музыкальная пара Беркут и Аиша. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Она была сегодня щедра, не такая жестокая, потому что я знаю, какие она может вопросы задавать, Динара. Просто из-за уважения к нам она не стала задавать такие вопросы, хотя я был готов ответить на них. Не, но я вас люблю просто. Да. Да. Мы вас тоже любим. Мы тоже любим. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...